В Новочебоксарске обсуждают проект реконструкции набережной. Как и во многих волжских городах, с крутыми косогорами она делится на две части, верхнюю и нижнюю. Какую благоустроить, в первую очередь обсуждали на публичных слушаниях. На реконструкцию набережной выделено около 15 миллионов рублей. И большинство горожан склоняются к мысли, что нужно благоустроить ее верхнюю часть, ведь это одно из любимейших мест отдыха. Верхняя набережная поделена на три этапа. Первый этап – это пешеходная дорожка, ограждение и в перспективе будет велодорожка, освещение, смотровые площадки, ограждение смотровых площадок. Второй этап будет формироваться в составе жилого комплекса. Строительство жилого комплекса предполагается начать в следующем году. И третий этап – это территория вокруг церкви. Удобная прогулочная зона верхней набережной, несомненно, привлекает своим масштабом. Однако некоторые горожане видят в ней некую тематическую незавершенность. Проект мне понравился тем, что он будет протяженный, то есть будет очень много места для прогулки. Также можно будет покататься на велосипедах. Помимо этого мне бы хотелось увидеть не только просто Волгу или набережную всю, а какие-нибудь сооружения, то есть какие-нибудь памятники. Что касается нижней части набережной, то к ней сегодня спускаются и редко. Но это вовсе не означает, что место должно быть заброшенным и утопать в мусоре. Недавно там побывал глава республики и подверг критике руководства города за то, что набережная заросла бурьяном. Отдельный вопрос был по разрушенной сцене. 99,9% они идут по верхнему краю, а внизу раза два в год спускаются туда, когда там день города, еще что-то. Возник вопрос о ремонте и реставрации сцены. Я считаю, что для нынешнего времени такие сцены уже нигде и не делаются, и не строятся. Сейчас мобильные. Все предложения новочебоксарцев еще раз будут обсуждены на совещании в администрации города Спутника. Родион Архипов, Арена Гвилян, Республика.